Злате Зюлиной 15 лет, 7 из которых она проучилась в музыкальной школе, пока не услышала, как поет хор созвучия детского епархиального образовательного центра. Случилось это в летнем лагере на хоровой смене. Злата решила продолжить музыкальное образование там, и вот уже два года посещает занятия пения в епархиальном центре. За это время стала старостой группы. Мне здесь в хоре нравится то, что мы не изучаем какой-то максимально банальный репертуар, то есть если в музыкальных школах мы учим только классические произведения, то здесь есть разнообразие. Мы учим, например, песнопение для служб, литургии, поем очень часто их здесь. Плюсом нам дается выбор, хотим мы петь данное произведение или нет. Если оно нам не нравится, мы его учить, скорее всего, не будем, потому что от этого просто не будет толку. Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр» – это уникальный проект Самарской области. Он был учрежден по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия и при поддержке правительства Самарской области в 2004 году. С тех пор по всему региону открылось 27 учебных филиалов. В них дети бесплатно изучают английский, учатся играть на музыкальных инструментах, занимаются самообороной, поют и танцуют. Государство выделяет через Министерство образования субсидию, и мои педагоги, в отличие, опять же, от воскресных школ, могут официально трудоустроиться, получить социальные гарантии, социальный пакет, пенсионное отчисление и так далее. У них будет идти педагогический страж трудовой, а приходы, то есть православная церковь, через приходы содержит здания, платят коммунальные платежи, осуществляют ремонт, покупают костюмы. И поэтому родители, они действительно имеют возможность не платить на регулярной основе. Педагоги центра составляют учебную программу с учетом интересов детей. Учителя помогают и родителям, отвечают на их вопросы и дают советы. Об этом рассказала мама одной из воспитанниц – Наталья Кудряшева. Ее старшая дочь уже отучилась, а младшая посещает хор, английский и танцы. Во-первых, я совершенно спокойна, что здесь к ним относутся с добром, что здесь они попадают в коллектив, скажем так, единомышленников, и, как говорится, и педагоги, и дети. Они все настроены на одной волне, соответственно, лишних страхов в вхождении в какое-то незнакомое общество нет. Ну и плюс, конечно, я вижу, что дети, конечно, преумножают свои навыки и в творчестве, и, скажем так, в духовном развитии. В этом году детскому епархиальному образовательному центру исполняется 20 лет. За это время педагогический состав накопил огромный опыт и с удовольствием делится им с другими епархиями. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События.